Если вы полный новичок, если вы никогда не зарабатывали как фрилансер, но у вас есть желание зарабатывать онлайн, зарабатывать в валюте, вы по адресу. В этом видео разберем пошаговый алгоритм действий, что вам делать и как, чтобы начинать зарабатывать онлайн. Так что у вас больше не будет никаких отговорок, не начинать приступать к делу уже сегодня. Давайте посмотрим, что, зачем и как делать. Первый шаг, когда вы только-только начинаете и вы еще даже не знаете, какие услуги предлагать, каким навыкам обучаться. Мой совет, идите на платформу фриланса и смотрите, чем живет рынок, какие есть категории, типы работ, какие проекты открыты, то есть на что есть спрос и исследуйте этот рынок. Для исследования рынка фриланса я советую сайт Fiverr, потому что здесь просто огромная база разного-разного плана услуг, что называется на любой вкус и цвет. В верхнем меню вы можете видеть основные категории и подкатегории, дизайн, маркетинг, переводы. Если вам интересна работа с видео, анимацией, с музыкой, или вы программист, или вы предлагаете консалтинг по каким-то финансовым вопросам, бизнес-вопросам, любая индустрия, даже если вы геймер, вам интересно играть в игры, вы и здесь можете найти способ, как на этом зарабатывать. Поэтому вот так походите по разным категориям и подкатегориям и посмотрите, что же вы можете предлагать, как фрилансер. Очень прошу вас на этом этапе не торопиться, проанализируйте, к чему у вас лежит душа, что вам интересно, в какой области вы хотите развиваться. И, пожалуйста, критично оцените, каким навыкам вы можете обучиться качественно. Потому что сейчас вы определяете сферу, в которой будете работать. И желательно, чтобы работа была вам в кайф, чтобы вам это было интересно, потому что вы втягиваетесь, это долгосрочная игра. И если вам то, чем вы будете заниматься, не будет интересно, вы не дойдете до того этапа заработка, как фрилансер. Вы сдадитесь, как 99% людей. И чтобы этого не произошло с вами, пожалуйста, сядьте и подумайте, что вам интересно. Вам просто крайне важно иметь это вдохновение, желание, мотивацию, чтобы пройти этот обескураживающий этап, при котором опускаются руки, и быть готовым выходить на новый уровень. Повторюсь еще раз, потому что это крайне важно. И я знаю, как на YouTube в одно ухо вылетает, в другое вылетает. Пожалуйста, выберите тот тип работы, чтобы даже при худшем сценарии, когда вы не зарабатываете на нем, вам не жаль было времени, которое вы уделили, чтобы освоить нужные навыки и погрузиться в область, которую вы выбрали. Теперь, когда вы определились со своей специализацией, как фрилансер, оцените, какие навыки у вас уже есть, какие навыки надо нарабатывать, если у вас портфолио, которое вы можете показывать потенциальным работодателям. И это и есть второй шаг создания портфолио. Если у вас его нет, смотрите мое видео, где я рассказываю, как с самого нуля создать себе классное, котирующееся по всему миру портфолио. Если вам надо вдохновение, снова-таки идем на биржи фриланса и смотрим, что успешные фрилансеры показывают, включают в свое портфолио. Ваше портфолио – это та картинка, которая говорит громче тысячи слов, по ней работодатель будет оценивать вас, как кандидатуру для работы. Поэтому не торопитесь, возможно, наработка портфолио займет не просто несколько дней, а несколько недель, месяцев. Но вы знаете, для чего вы это делаете? Это инвестиция вас в будущего, в классного толкового фрилансера. Потому что, я надеюсь, вы не хотите быть посредственностью и готовы уделить какое-то время, которое пока не будет оплачиваемое, но в будущем принесет свои дивиденды. Поэтому вдохновляемся и работаем над улучшением навыков профессиональных и портфолио, опыт работы, которую вы затем сможете с гордостью предоставить потенциальным заказчикам. Второй этап может растянуться, поэтому одновременно вы можете переходить и работать над третьим шагом – это заполнение профиля фрилансера. Вам надо будет написать текст о себе, чем вы занимаетесь, какими навыками обладаете и какие услуги предлагаете. Благо, это не школьное эссе, где вам надо расписывать какую-то глубокую мысль. Здесь чем более сжато, по сути, просто, тем лучше. Снова-таки, перейдите на профили успешных фрилансеров и посмотрите, как они преподносят информацию. Давайте вместе проанализируем. Чтобы лучше понять, что ожидается от фрилансера вашей области, выберите фрилансеров, желательно top-rated, самых лучших на платформе, той же платформе Fiverr, и посмотрите, что они делают правильно, как они презентуют себя, что для них работает. Посмотрите на количество их отзывов и рейтинг. Пять звездочек – это топ. Это значит, что все работодатели ими довольны. Переходите на профили этих фрилансеров и посмотрите более конкретно, почему же они такие успешные. Или они правильно выбрали услугу, правильно ее расписали. Посмотрите, пролистайте их портфолио, прочитайте текст, как они заявляют о себе, что они предлагают. Вы увидите, что большинство из них используют перечень, который просто просканировать, быстро посмотреть глазами. Они используют разное форматирование, чтобы проще было потенциальному работодателю читать. Они предлагают разного плана услуги. Вот услуга одна, но расписана она по-разному. Есть менее затратные услуги, там один сайт, есть сайт с SEO, с другими настройками. Почитайте, посмотрите и берите это как отправную точку. Не надо выдумывать велосипед, учитесь уже из того, что есть, что работает. Посмотрите их полную страничку и что нравится работодателям, которые уже работали с ними, чтобы лучше понимать рынок, понимать, как себя презентовать, потому что это все вам пригодится на следующих этапах. Есть другая биржа, очень крупная, где вы также можете ознакомиться с успешными фрилансерами и научиться у них. Переходим на Upwork, выбираем фильтр фрилансеры, чтобы рейтинг у них был повыше, 90% и выше. И смотрим, кто у нас в топе здесь появляется. К примеру, есть вот парень с Белоруссии. И давайте перейдем на его профайл и посмотрим, что он делает правильно. Как он заявляет о себе? Он уже на сайте провел 86 проектов. Это немало. Ясное дело, что у него уже есть опыт, поэтому почитайте описание. Снова-таки мы видим перечень лист. Почитайте проекты, над которыми он работал, на что есть спрос, на отзывы, на его портфолио. И таким образом уже представляйте себе, а что вам надо улучшать, какие навыки вам надо осваивать. Этот этап снова-таки настоятельно рекомендую не торопить. Если вы словили себя на мысли, что вы не начинаете писать текст, или что вы прокрастинируете, к примеру, по причине того, что сомневаетесь в своей способности писать на английском языке, пишите на русском. Начинайте с малого, буквально с парочки предложений. Затем оставьте их отлежаться. Вернитесь к ним через день, через два. Отредактируйте то, что вы написали. Снова оставьте отлежаться и вернитесь. Поверьте, вы всегда найдете, что улучшить. Если вы не знаете, что писать, как писать, посмотрите, у меня уже есть видео для вас, где мы вместе пишем грамотный текст для профиля фрилансера на биржах фриланса. Следующий шаг, четвертый, это убедиться, что ваш текст грамотный. Если мы говорим о зарубежных биржах фриланса, ваш текст на английском языке, и так как вы не носитель, возможно, вы допускаете ошибки. Когда вы переводите свой текст, я настоятельно рекомендую переводить его не с гугл-переводчиком, чтобы не получить корявый перевод на выходе, а воспользоваться сервисом dipel.com. Я уже записывала об этом сайте видео и как с ним работать. Настоятельно рекомендую, я так много настоятельно рекомендую, но для вашей же пользы посмотрите это видео и как затем работать с сервисом Grammarly, чтобы перепроверить себя на разные ошибки, отпечатки, чтобы текст был выверен. Если у вас есть 5 долларов, воспользуйтесь сервисом fluent.express. Это не реклама, это сервис, который позволяет вам в онлайн-режиме отправить ваш текст на проверку носителем языка. И в течение нескольких минут вы получите свой текст выверенным и уже на 100% готовым оказаться на вашей страничке профиля фрилансера. Пятый шаг, это ваше фото. Вам не обязательно идти в студию и работать с фотографом, но пожалуйста попросите кого-то, чтобы вас сфотографировали на нейтральном фоне, при хорошем освещении. Оденьтесь в какую-то деловую одежду, а не как я сейчас и улыбайтесь. Чем качественнее фотография, тем вам легче будет располагать к себе заказчиков и они будут переходить на вашу страничку и знакомиться с тем, что же вы предлагаете. Переходим к шестому шагу. Теперь, когда у вас уже есть наработанное портфолио, когда есть выверенный текст о себе и фотография, пришло время делиться этим с миром. Найдите те платформы фриланса, на которых вы хотите зарабатывать. Да, бирж полно и я записывала видео обзоры, бирж общего плана, бирж для фрилансеров-программистов, для дизайнеров. Посмотрите эти видео и отберите буквально парочку платформ, которые вам интересны. Не хватайте за все, не распыляйте свои усилия, намного проще выбрать 1-2 платформы и уделите максимально время, чтобы начинать на них зарабатывать, а не так, что вы везде и нигде. Вы слышали о такой платформе фриланса Upwork, одна из самых крупных, но на ней начинать не так-то просто, да, и отбор сейчас достаточно жесткий, многие профили отклоняют. Вы, конечно же, можете попробовать, но для новичков я советую пробовать сначала Fiverr. Если вам интересна эта платформа, у меня есть видео, где пошагово я рассказываю, как регистрироваться на ней и как заполнять свои услуги, чтобы уже предлагать их на платформе. И здесь я хочу адресовать вопрос, который получаю. Порой меня спрашивают новички, фрилансеры, как перевести ту или иную платформу на русский язык. Мы говорим о зарубежном фрилансе и большинство сайтов интерфейс имеют на английском. Конечно, если у вас английским совсем плохо, вы можете воспользоваться функцией Google Переводчика, где переводится целая страница, сайты на выбранный вам язык. Но я бы не советовала. Все-таки лучше уделить время, научиться понимать, что где искать, на что кликать, подучить несколько слов и затем уже себе экономить время, чем все время пользоваться Google Переводчиком. Следующий седьмой шаг крайне непростой, потому что вы начинаете с нуля, у вас еще нет отзывов. И вот это тот этап, когда надо немножечко проявить креативность и заработать первые отзывы. О том, как это сделать, у меня записано отдельное видео, прошу вас, посмотрите его, чтобы хотя бы парочку отзывов у вас уже было под вашим именем на страничках фриланса, потому что тогда к вам уже могут поступать заказы. Если у вас отзывов совершенно нет, вы ничем не отличаетесь от десятки тысяч других профилей на биржах, которые не зарабатывают. Следующий восьмой шаг, теперь когда у вас уже есть профиль, есть отзывы, пришло время не сидеть сложа руки и ожидать заказов, а идти на передовую и отправлять заявки на проекты. На большинстве платформ фриланса есть отдел, где работодатели публикуют вакансии или проекты, на которые вы, как фрилансер, можете отправлять отклики. И я повторяюсь, не будьте ленивыми, пишите отклик под каждый проект индивидуально. Да, вы можете использовать какие-то шаблонные заготовочки, но уделите время и вставьте буквально несколько предложений, которые адресуют именно ту вакансию, именно тот проект, на который вы подаетесь. Потому что тогда вас будут рассматривать, перейдут на ваш профиль, где у вас уже есть портфолио, отзывы, и увидят, что вы уделили время, включили имя работодателя, название проекта, вашу заявку, и уже работодателю будет намного охотнее ознакомиться с вами и переговорить детальней. У меня есть видео о том, как писать заявки грамотно, чтобы на них откликались, поэтому дерзайте, все бесплатно, все для вас. Шаг девятый – это работа над вашими первыми проектами. Я вас поздравляю, если вы все сделали грамотно на предыдущих этапах, сейчас у вас наверняка есть ваша первая работа. И здесь главное не схалтурить, не получить негативные отзывы, а качественно выполнить проект. О том, как это делать, у меня есть видео, я на них уже ссылки оставлять не буду, потому что у меня под видео тогда будет просто такой, знаете, блок ссылочек. Посмотрите мой канал, я разбираю и ошибки, которые фрилансеры допускают. И о том, как срыв дедлайнов плохо влияет на вашу репутацию на биржах. И о том, как застраховать себя от негативных отзывов фрилансеров. Эта вся база знаний доступна на моем канале для вас, поэтому уделите этому время, чтобы ваши первые заказы были выполнены на ура, и чтобы вы получали ваши, уже не первые, но ваши такие классные, аутентичные отзывы от работодателей. Ну что, переходим к десятому этапу, это вывод денег. Вы выполнили первые работы, заработали ваши первые деньги, и теперь вы хотите ими распоряжаться. Для этого большинство платформ предлагают несколько вариантов. Это PayPal, но если вы работаете с Украиной, PayPal недоступен. Это Payoneer, или по-русски говорят Payoneer, который доступен всем жителям стран СНГ, и вы можете выводить на него, это как американский онлайн-банк, деньги, или даже получить пластиковую карточку и ею воспользоваться. Есть и другие платформы, я записывала видео об альтернативах PayPal, посмотрите его, чтобы понимать, какую систему выбрать, которая вам более приемлемая, с наименьшими комиссиями. И хочу вас поздравить, вы дошли до того этапа, на котором вы уже зарабатываете как фрилансер. Большинство людей, которые начинают этот путь, не доходят до десятого этапа, когда они уже выводят деньги, которые заработали онлайн удаленно, потому что ленились, потому что пускали руки, а вы это сделали, с чем я вас и поздравляю. Одиннадцатый шаг – это составление вашей успешной стратегии роста. Да, вы получили свой первый проект, да, вы получили свой первый заработок, но это только начало. Если вы хотите развиваться, улучшать, увеличивать свой доход, тогда вам надо делать качественные выводы. Создайте файл на вашем компьютере, куда вы будете копировать информацию о том, что вы сделали правильно, к примеру, на какую заявку, написанную вами, работодатели откликались, и что вы сделали неправильно, какие ошибки допускали, чтобы учиться с них. И тогда вам будет намного легче расти. Тестируйте, что работает для вас, что для вас не работает. Меняйте портфолио, увеличивайте его, расширяйте. Порой, возможно, вам надо поменять текст, обложку услуги, вашу фотографию. Порой вам, чтобы получать больше заказов, надо увеличивать свою цену, играйте с ценой. И желательно, когда у вас уже увеличивается портфолио, увеличивается количество отзывов, увеличивать ваши расценки, чего я вам и желаю. И я бы сказала, что на этом все. Но, если вы хотите даже большего, есть следующий шаг, о котором я буду записывать видео. Поэтому, если вам интересно, а что же дальше после карьеры успешного фрилансера, подписывайтесь на мой канал, где я буду рассказывать, как увеличивать свой доход и достигать новых высот. Надеюсь, видео было полезным. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до новых встреч, успехов!